230 лет назад, 4 ноября 1784 года, в семье неаполитанского художника Винченцо Джованни Бова родился сын, назвали его Джузеппе. Впоследствии он перейдет в православие и адаптирует свое имя к новой родине и новой вере. Мы знаем его как знаменитого архитектора Осипа Ивановича Бове. Один список даже сохранившихся творений Бове в Москве займет почти всю газетную полосу. Поэтому мы выбрали несколько мест, которые следует посетить и с которыми связаны любопытные и даже скандальные истории. Первое. Кремль. Водовзводная башня. Сплошная Италия. Строил ее итальянец на русской службе Антонио Джиларди еще в 15 столетии. К 1805 году башня обветшала настолько, что ее было решено реконструировать, перебрать почти целиком и возвести заново. Обычно пишут, что дело было поручено неизвестному архитектору итальянцу Бове. Правда здесь только в происхождении реставратора. На тот момент он не был архитектором, всего лишь студентом училища при экспедиции кремлевского строения. Но и совсем безвестным нашего студента назвать нельзя. За несколько предыдущих работ он трижды был награжден императором с золотыми часами. А за башню еще и перстнем с бриллиантами. Наполеоновские войска и снова итальянцы, наемники, при отступлении подорвали башню. И злая ирония судьбы. После войны ее вторично восстанавливал все тот же Осип Бове. Княжна Туркистанова, большая сплетница тех времен, с которой мы еще встретимся, злословила. Осипу Ивановичу снова во сне башня являлась. Да так, что он за ним мог. Второе. Следующий пункт прогулки – Большой театр. Благо он рядом. В то время его еще по привычке называли Петровским. Потому и, смету утвердили так, на строительство нового здания Петровского театра выделялись 1 миллион 200 тысяч 666 рублей золотом. Сумма запредельная. Ну и роскошь тоже. Первоначальный проект Андрея Михайлова был основательно переделан. Например, знаменитая квадрига Аполлона находилась на заднем фасаде. Бове ее вынес к площади внутри, тоже многое поменялось. Должно отдать справедливость новому решению Бове. При самом строгом исследовании увидите вы, что в всем театре нет места, что было бы неуместно и неудобно. Вот воспоминания сенатора Александра Булгакова. На коллегии завидовали. Архитектор Александр Витберг писал так. Проект Петровского театра – произведение Бове, который дозволил, чтобы ему присвоили сей проект. Михайлов же обижался и говорил «Осип Иванович несамостоятелен и все берет из готовых образцов». Это несправедливо. Бове был не столько архитектором, сколько планировщиком города как такового. Сейчас бы сказали – урбанистом. Тем более, что от того театра до нас дошло немного. А вот театральная площадь с большим изяществом, распланированная Осипом Ивановичем, никуда не делась. И тем более интересно перечитать выпуск «Московских ведомостей» от 6 января 1825 года. На торжественном открытии публика вызывала не актеров, а архитектора. Перед кувертюрой поднялся ужасный шум. Стали выкрикивать строителя. «Бове! Бове!» Он явился в ложе директора и его заглушили рукоплесканиями. Третье. К еще одному произведению «Гения» Раньше можно было дойти пешком от театральной площади по Тверской к Белорусскому вокзалу и вот, пожалуйста, триумфальная арка. Сейчас придется проделывать крюк и ехать на Кутузовский проспект. Но дело того стоит. Особенно если вспомнить, что это последнее творение мастера. Он не дожил до его открытия несколько месяцев. Зато с какой теплотой и любовью он к нему относился. И, кстати, не зря. Принято считать, что архитектор в начале кампании 1812 года записался в ополчение. Но правда в том, что Осип Бове, будучи по выслуге чинов титулярным советником, поступил корнетом в Московский гусарский полк. То есть в регулярные войска. Кстати, компания сослуживцев в том полку подобралась тоже изрядная. Например, поручик Николай Толстой, будущий отец льва, зеркало русской революции. И корнет Александр Грибоедов. История переноса арки тоже забавна. По генеральному плану реконструкции Москвы 1935 года памятник был разобран. Его предполагалось восстановить, но не могли понять, где именно. Постепенно о нем вообще забыли. Лед тронулся только после выступления первого космонавта Земли на восьмом пленуме ЦК ВЛКСМ в декабре 1965 года. Юрий Гагарин заявил. В Москве была снята и не восстановлена триумфальная арка 1812 года. Я бы мог продолжить перечень жертв варварского отношения к памятникам прошлого. Примеров таких, к сожалению, много. Гагарин есть Гагарин, ответил Леонид Брежнев. Поэтому первое, что мы сделаем, восстановим триумфальную арку. Четвертое. Стоит взглянуть и на дом номер 6 в Петровском переулке. Авторству БВ принадлежит лишь классический фацат послепожарной Москвы. Но если не полениться и обойти здание кругом, станет ясно, строили его еще в 17 веке. И верно. Заказчиком был патриарх Адриан еще в 1690 году. После его смерти Петр I отменил патриаршество, а дом сменил несколько хозяев. Один из них, Алексей Трубецкой, женатый на Авдотьи Семеновне. Зачем об этом так подробно? Да за тем, что она рано овдовила. Ее муж погиб во время заграничного похода русской армии в битве народов под Лейпцигом в 1813 году. В том же году из армии выходит в отставку корнет московского гусарского полка Осип Бовая. А еще через три года женится на вдовове княгине Авдотьи Трубецкой. Переезжает в ее дом и отстраивает его заново. Скандал был чудовищный. Она потеряла княжеский титул. Уж больно неравный брак. Но сплетни и слухи были хлеще. Виданное ли дело знатная дама с приличным состоянием, мать пятерых детей выходит замуж за сына неаполитанского художника невнятного происхождения. Та же самая княжна Туркистанова ехидничала по этому поводу. Москва помешалась. Художник, архитектор, коммердинер все и подходят, лишь бы выйти замуж. Но брак все же состоялся. Во всех смыслах. Бывшая княгиня родила Осипу Бове еще четырех детей. И именно в этом доме здесь же архитектор создавал облик послепожарной Москвы. Так кто же все-таки Бове самостоятельный художник или талантливый копиист? Здесь нужно искать третий вариант ответа. И как ни кощунственно вспомнить Андрея Рублева. Когда-то русская православная церковь постановила, что его иконы образец. Писать так, как заведено от Рублева. То же самое и здесь Москва планировалась и строилась по слову и образцам Осипова Бове. Текст подготовлен Константином Кудряшовым. Публикуется в журнале газеты «Аргументы и факты» номер 45 за 2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.